На Беларусь 4 программа де-факто мы рассказываем о главных происшествиях за неделю, сообщаем правовую информацию и обсуждаем темы, которые касаются нашей с вами безопасности. Храбрый поступок, печальный финал. В Гомеле, прогуливаясь по перилам центральной набережной, в реку упал подросток. Не дали упасть с четвертого этажа. В Калинковичах милиционеры спасли женщину, которая свисала с балкона, держась за раму. Достаточно одного окурка. В Гомельской области полыхают лесные пожары. Наркотики, легкие деньги, но взгляд молодежи меняется. Оперативная обстановка в сфере борьбы с наркобизнесом в сюжете Натальи Игнатенко. А также, как закон повлиял на снижение наркопреступлений и как не стать пешкой в игре наркодилеров. Поговорим с экспертом. И начнем наш выпуск с обзора криминальных событий и происшествий за последние 7 дней. В центре внимания наших корреспондентов оказались самые нашумевшие факты и чрезвычайная ситуация. С выше тысячи базовых величин за 45 килограммов рыбы гражданин Российской Федерации неудачно выбрал место и время для рыбалки. Его задержали на озере Ревучее в Добружском районе. Мужчина приехал порыбачить на территорию зоны отселения. Туда, где в принципе нельзя ловить рыбу. У браконьера в качестве снасти была целая сеть. В связи с запретом на ловлю сумма ущерба почитывается в шестикратном размере. В Будокошлевском районе задержан автомобиль с незаконным грузом. Форд Транзит остановили в деревне Будо-Люшевское. За рулем находился местный житель. В салоне машины обнаружили 800 килограммов лома черного металла. Сопроводительных документов у водителя не нашлось. На данный момент по факту проводится проверка. В Гомеле в районе Центрального рынка оперативники наркоконтроля Центрального РУВД задержали неработающего гомельчанина. Молодой человек при себе имел более килограмма на свая. Некурительное табачное изделие предназначалось для продажи. За шаг от смерти сотрудники Калинковического отдела Департамента охраны спасли женщину, которая едва не упала с четвертого этажа. Два милиционера несли службу на улицах города. Женщина отчаянно держалась за оконную раму со внешней стороны балкона. По счастливой случайности рядом работала спецтехника местного коммунального предприятия. С ее помощью стражи порядка спасли женщину, оказавшуюся на волоске от смерти. В Гомеле подросток упал с перил набережной в реку. Трагедия произошла в начале недели. К месту происшествия считанные минуты прибыли подразделения МЧС, освода, скорой помощи и милиции. Парня достали из воды в бессознательном состоянии. Медики сразу на месте начали проводить реанимацию. С предварительным диагнозом утопления его увезли в больницу скорой медицинской помощи. Детали трагического происшествия устанавливаются. По словам очевидцев, школьник 13-14 лет шел по перилам на набережной реки Сож. Оступился и упал в воду. С поселки Межигомельского района травмирован пенсионер. Сотрудники МЧС по прибытии на место вызова нашли мужчину, который лежал на земле в шоковом состоянии с ожогами рук, ног и лица. Деревянный жилой дом и сарай горели открытым пламенем. Пенсионер был передан медикам. Украл, выпил в тюрьму. Эти слова из кинофильма «Джентльмены удачи» стали девизом жизни одного из жителей Добружского района. Выйдя на волю, молодой человек уже на следующий день опять оказался за решеткой. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, он зашел в первый попавшийся двор и угнал чужой автомобиль, чтобы добраться домой. До этого он два раза садился не на тот автобус. По факту совершения кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемый задержан. Не спалось в Гомеле на студенческом проезде. 52-летний дебошир повредил несколько припаркованных автомобилей. Мужчина задержан сотрудниками департамента охраны. 8 мая работники Гомельского районного отдела по чрезвычайным ситуациям спасали лошадь, которая провалилась в заилиный котлован в деревне Старое Дятловичи. Глубина водоема около двух метров. Животное застряло, и хозяин самостоятельно вытащить его не мог. 9 мая в 4-м часу ночи спасатели Рогачевского районного подразделения тушили пожар в квартире многоэтажного дома по улице Октябрьской в райцентре. Из окон вырывалось пламя. При помощи масок для спасаемых было эвакуировано 5 человек с верхних этажей. Хозяйка горящей квартиры на момент возникновения пожара отсутствовала. Огонь был ликвидирован спасателями. В результате возгорания повреждено имущество, закопчены стены и потолочное перекрытие. Причина пожара устанавливается. Жаркая погода не дает расслабиться ни подразделениям МЧС, ни лесничеством, ни предприятиям агропромышленного комплекса. В регионе с завидным постоянством регистрируются лесные и травяные пожары. Более чем в половине районов Гомельской области введен запрет на посещение лесов. Помимо незначительных пожаров, спасатели уже выезжали на 12 крупных общей площадью более 12 гектаров. У пожароопасной обстановки о том, стоит ли своими силами вступать в борьбу со стихией, материал наших корреспондентов. Почти половину территории Гомельской области занимают леса. Лес, по сути, одно из главных наших природных богатств. Ежегодно пожары уничтожают по несколько сотен гектаров леса, на восстановление которых требуются силы и средства. Этот год, судя по всему, тоже не станет исключением. Он шел по дороге от друга, увидел дым в лесу, завернул в лес, смотрю, тут огонь метра полтора высотой, площадка горит. Ну, схватил палку, чтобы было, давай землю копать, закапывать, тушить. Позвонить не смог, потому что телефон разрядился, сел. Этим молодым человеком лесной пожар был потушен на начальной стадии. Пройди он мимо, огонь в считанные минуты дошел бы до прошлогодней высохшей листвы, которая при такой погоде горит, как порох. И тогда на ликвидацию пришлось бы привлекать большее количество техники и специалистов. На сегодняшний день на ПХС два нашего лесхоза. У нас малый лесопатрульный комплекс на базе УАЗ. Два автомобиля МАЗ-54-34 с ведущими мостами. И ГТ, тяжелый бронетранспортер, который переоборудован специально для тушения в труднодоступных местах. Все лесничества оборудованы системой видеонаблюдения. Это самое максимальное, что мы можем предотвратить. Это малейший очаг возгорания, то есть дымовая точка. Она тут же фиксируется и сразу же передается на центральный пост. Центральный пост передает непосредственно группам, которые занимаются в лесном обходе. Те выезжают, находят ту точку возгорания, естественно, сразу же локализовывают. 108 систем видеонаблюдения покрывают 87% лесных угодий области. 55 пожарно-химических станций и 141 пункт противопожарного инвентаря оборудованы всем необходимым. Поэтому в случае ощущения реальной опасности не стоит геройствовать. Лучше доверить тушение профессионалам. Если вы стали очевидцем лесного пожара, немедленно сообщите спасателям по номерам телефонов 101 или 112 и поспешите покинуть место пожара. При этом двигайтесь навстречу ветру или перпендикулярно к ромке пожара. Если сильное задымление, прикройте нос и рот мокрой тряпкой. В конце апреля в лесу возле деревни Красный Бор Житковического района был обнаружен человек с ожогами. Пенсионер, находясь на приусадебном участке, заметил огонь внутри леса, который двигался в сторону его жилища. Мужчина принялся самостоятельно тушить пожар, в результате чего потерял сознание и получил ожоги. Игорь местного лесничества, который прибыл тушить возгорание, обнаружил пострадавшего лежащим на выгоревшей земле. Мужчину госпитализировали в районную больницу. На следующий день он скончался. В связи с резким потеплением и отсутствием осадков на территории области наступил четвертый класс пожарной опасности. В связи с этим в ряде районов уже идут работы по вводу запрета на посещение лесов. Что в дальнейшем, я думаю, к концу недели, если осадков не будет прогнозироваться и не будет, это будет во всех районах. У нас введены запреты. Хотелось бы обратить внимание наших граждан Гомельской области, чтобы они с пониманием отнеслись к введенному запрету и без лишней необходимости не находились в лесных насаждениях или в лесном фонде. В Гомельской области наблюдается уверенное снижение количества преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. В 2017 году почти на 24%. Декрет президента номер 6 ужесточил уголовную ответственность за преступления в этой сфере, а также снизил возраст наступления уголовной ответственности за сбыт наркотиков. Однако останавливает это не всех. На что идут и чем расплачиваются желающие заработать легкие деньги в сюжете Наталья Игнатенко. За первые 4 месяца нынешнего года в Гомельской области было выявлено 308 преступлений по линии незаконного оборота наркотиков, из которых почти половина относится к категории тяжких и особо тяжких. Из незаконного оборота было изъято 6 килограммов наркотических и психотропных веществ. Преступления в этой сфере несут повышенную опасность для общества, а потому с учетом декрета президента номер 6 о неотложных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков, наркотельцы отвечают по всей строгости закона. Закончено в феврале этого года уголовное дело в отношении так называемых закладчиков, то есть распространителей психотропных веществ от интернет-магазинов. С учетом внесенных изменений уголовного законодательства и изменений наших подходов в сторону удосточения борьбы с распространителем наркотиков, в настоящее время действия таких так называемых минеров полифицируются как действия в составе организованной группы, соответственно, часть 4 статьи 328 уголовного кодекса, которая предусматривает ответственность от 10 до 20 лет лишения свободы. До принятия антинаркотического декрета у распространителей наркотиков была лазейка. Если они попадались с новым видом наркотиков, еще не включенным в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, то их не могли привлечь к ответственности. По сути, пока его в перечне нет, оно условно считается легальным. Зная это, Минздрав, МВД и Госкомитет судебных экспертиз стали активнее работать на опережение. Оперативники мониторят тематические интернет-сообщества и сотрудничают с коллегами из других стран. Когда на международном рынке появляется информация о новых видах наркотиков, их тут же заносит в республиканский перечень. В этой лаборатории проводят экспертизу наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов. В среднем за месяц сотрудники отдела Госкомитета судебных экспертиз проводят порядка 100 специальных исследований. Сотрудниками центрального аппарата на постоянной основе ведется мониторинг новых наркотических средств и психотропных веществ, изымаемых из нелегального оборота на прилегающих к Республике Беларусь территориях. Это позволяет в кратчайшие сроки включить данные вещества в республиканский перечень наркотических средств, психотропных веществ, запрещенных к обороту на территории Республики Беларусь. В настоящий момент в лаборатории установлено современное аналитическое оборудование, которое позволяет в течение 40 минут получить результаты, является ли веществом наркотиков, либо нет. Понятное дело, что преступники пытаются изощриться и любым способом придать некоторую видимость законности своим действиям, избежать уголовной ответственности за незаконный сбыт различного рода психотропов. Поэтому выдумываются новые формулы, новые виды наркотических веществ. Однако, по мере их выявления, они незаметно ставятся на учет, включаются в перечень запрещенных оборотов веществ. И, соответственно, ответственности за их распространение не удастся избежать. Начиная с 2015 года в Гомельской области уверенно сокращается количество преступлений в сфере незаконного распространения наркотиков. И все благодаря решительным мерам в отношении сбытчиков и потребителей наркотических средств. Наталья Игнатенко, Руслан Габрилев, Сергей Лукашук. Специально для программы «Де Факто». Для того, чтобы построить мир, в котором хотелось бы жить всем, нужно много трудиться. Должны быть и те, кто накопил опыт эффективного жизнеустройства, и те, кто сможет его перенять. Молодое поколение. Чтобы страна развивалась от молодежи, нужна инициатива, целеустремленность и здоровье. Именно это слагаемое будущего любого государства и пытаются подорвать представители наркотических картелей, распространяя по всему миру наркотики. О том, какое сопротивление оказывается этой угрозе в Белоруссии, как не пойти по наклонной. Поговорим с начальником отделения управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми управления внутренних дел Гомельского обл. исполкома Алексеем Шульженко. Алексей Николаевич, здравствуйте. Добрый день, Александр. Почти 4 года назад был принят декрет президента номер 6 о неотложенных мерах по противодействию незаконному обороту наркотиков, который явился ответом государства на общественный запрос о противодействии волне наркомании, которая захлестнула в те годы Белоруссии и Гомельский регион. Как ситуация складывалась тогда, до 2015 года? Ситуация в то время была на самом деле достаточно серьезной. Она и сейчас не теряет своей актуальности, проблема распространения наркомании. Но в тот момент всем была видна вспышка распространения так называемых курительных смесей, спайсов, которая повлекла за собой ряд передозировок. В том числе очень много их было с летальным исходом, к сожалению. Молодежь была вовлечена повсеместно в употребление этих спайсов и реакция государства последовала незамедлительно. И, скажем так, что позволила нам с большими силами и с большими ресурсами противодействовать распространению наркоугрозы в нашей стране. По-моему, не было и месяца, чтобы в СМИ не выходила информация о каких-то страшных случаях употребления этих наркотических веществ. Безусловно. Проблема была очень серьезная. И что самое страшное, появлялись все новые и новые психотропные вещества, которые еще не находились в списке запрещенных на тот момент. Менялась определенная формула, но, тем не менее, их свойства оставались прежними. Ну и потом на законодательном уровне была закреплена уже базовая формула и появление любых новых психотропных веществ сразу преследовалось законодательством. Это нам помогло противодействовать распространению наркотиков и психотропных веществ в частности. В 2015 году вышли в поправки в статью 328 Уголовного кодекса Республики Беларусь о противодействии незаконным оборотам наркотиков. И, в принципе, ситуацию удалось немножко как-то пригасить. Как сегодня складывается обстановка в области незаконного распространения наркотиков? Ну, как я говорил уже ранее, волну эту нам удалось сбить. Сбита эта волна была с учетом того, что в результате проведения большого комплекса мероприятий, путем достаточно больших усилий, удалось закрыть несколько серьезных интернет-магазинов, которые работали на территории Кагомельской области, так и республики в целом. Что вообще на это повлияло, если с точки зрения законодательства рассматривать поправки и, конечно же, декрет? Безусловно, ужесточение наказаний за совершение преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков и, в частности, с их сбытом, заставило, наверное, задуматься многих людей, что стоит ли зарабатывать деньги таким способом и чего ради это делать? Ради того, чтобы сегодня заработать их эти деньги, а потом получить достаточно немалый срок ответственности, достаточно немалый срок лишения свободы. Безусловно, повлияло и это на многих, скажем так, но и, тем не менее, мобилизованы были достаточно серьезные силы, как сотрудников правоохранительных органов, так и общественных организаций, опять же, с вступлением в силу декрета номер 6. Проделана значительнейшая профилактическая работа, очень много сейчас уделяется внимания, и раньше оно было уделено профилактике, но в настоящее время это одно из основных направлений. И сейчас мы, ну, скажем так, сотрудники милиции не только занимаются документированием преступной деятельности, лиц, которые сбывают наркотики, и очень активно ведут профилактическую работу. Это выступления в школах, выступления в высших учебных заведениях, создание на территории Гомельской области антинаркотических отрядов, значит, очень плотно мы взаимодействуем с общественными организациями. Вот сейчас уже по городу Гомелю ездит троллейбус, который оклеен материалами антинаркотической тематики, профилактического характера. Вот. Достаточно часто выступают сотрудники и по телевидению, достаточно часто, опять же говорю, на родительских собраниях мы выступаем. Общественные организации очень активно подключены, и разрабатываются ими различные там листовки, различные плакаты, календари, которые распространяются среди молодежи. Я считаю, что непосредственно именно это достаточно серьезно влияет на подсознание детей и юношек. Кстати, как изменилось правосознание молодежи вот за это время? Ведь вы стояли у истоков начала всей этой пропагандистской и профилактической работы. Могу сказать, что добиваемся мы положительных результатов, конечно, и общаясь с детьми, я и сам достаточно часто выступаю в школах и высших учебных заведениях, и я понимаю, что пропаганда здорового образа жизни сейчас превалирует, да, наверное, над желанием употребить наркотики, попробовать, значит, ну, удовольствие такого характера. И это очень приятно, когда из аудитории, которая слушает, которая слушает себя, как я говорю, уже в вузах и в школах, внимательно это слушают и понимают, стоит ли вообще обращать внимание на наркотики и даже мысли, допускать мысли об их употреблении. Дети уже понимают, что бесплатный сыр сегодня только в мышеловке, и погоня за этими космическими, астрономическими суммами, денежными суммами, все-таки не принесет выгоды. Совершенно верно. Есть пословица такая старая. Сколько вировочки не виться, она все равно, когда завязывается узелок. Мы обладаем сейчас достаточно серьезными ресурсами, которые помогают нам документировать преступную деятельность лиц, которые причастны к незаконному обороту наркотиков. И дети этого, как правило, не понимают, когда ввязываются к незаконному обороту? Нет, к сожалению, нет. Но вот это и является нашей задачей. Дети стали понимать, что результат, который может быть достигнут в денежном эквиваленте, никогда не сравнится с тем, какие страдания и беды они принесут себе и своим близким, находясь в местах лишения свободы. Хотела спросить, как человека, который ежедневно борется с наркопреступностью, как вы считаете, сегодня нужно меры законодательства как-то пересматривать и сводить в сторону уменьшения? Ну, я считаю, что меры, которые предусмотрены, меры воздействия, которые предусмотрены в настоящее время уголовным законодательством, ну, думаю, что они адекватны. Адекватны в принципе в совершении преступления. Мы не ставили себе цель как цель и результат посадить в тюрьму как можно больше людей. Была поставлена цель, она и сейчас стоит перед нами, чтобы снизить наркоугрозы, наркопреступность в стране в целом. И, как мы видим, в принципе, нам удалось этого добиться. Об этом свидетельствуют и цифры, которые говорят нам о том, что в настоящее время идет снижение выявленных наркопреступлений на территории области нашей. Об этом говорит значительное снижение привлечения к уголовной ответственности несовершеннолетних, которых вот в те годы, когда была как раз-таки вспышка, это их привлекалось более 60 человек. В прошлом году их, ну, единичные случаи имеются привлечения несовершеннолетних. То есть, ну, цели мы достигли, да, определенное, что-то мы вложили молодежи нашей. И в настоящее время, ну, не подвержена молодежь настолько вовлечению в наркозависимость, как это было раньше. Что делать молодым людям, если перед ними стоит искушение, вот, ввязаться в незаконный оборот наркотиков и все-таки, ну, получить обещаемые им денежные суммы? Я считаю, что стоит несколько раз подумать о том, ну, опять же, как я уже говорил, стоит ли зарабатывание этих денежных средств и соразмерно ли зарабатывание этих денежных средств с последствиями, которые могут возникнуть при употреблении наркотиками, так и при задержании правоохранительными органами за их сбыт. И, значит, помещение, ну, соответственно, места лишения свободы. И та боль, которую они принесут своим близким и своим родным, я думаю, что, ну, не сравнится ни с одними деньгами. Алексей Николаевич, а дается ли у нас в Гомельском регионе все-таки выйти на, скажем, руководящее звено вот этих всех наркосетей? Либо вы своей работой ломаете все эти схемы и таким образом мешаете, скажем так, главным этим фигурам наркобизнеса реализовывать свои планы? Достаточно серьезный подход, да, у наркозбытчиков сейчас к совершению, скажем так, ими преступлений. Все скрываются в сети интернет, но, тем не менее, я же говорю, что, опять же, мы обладаем достаточно серьезными ресурсами для того, чтобы их изобличать и привлекать к уголовной ответственности. Безусловно, мы работаем в отношении и серьезных наркозбытчиков. За четыре месяца текущего года на территории Гомельской области причинает деятельность подпольных двух нарколабораторий. Выявлено несколько помещений для выращивания наркотических средств. Перекрыто несколько каналов поступления наркотиков на территорию республики, ну, не Гомельской области, а на территории республики. Поэтому имеющиеся у нас силы в настоящее время позволяют нам бороться не только с потребителями, да, но и с лицами, которые непосредственно сбывают наркотики, и в том числе в крупных размерах. Спасибо большое за конструктивный и важный разговор. Напомним, в студии программы «Де-факто» вместе с начальником отделения управления по наркоконтролю и противодействию торговли людьми Управления внутренних дел Гомельского обл. сполкома Алексеем Шульженко мы обсуждали вопросы противодействия незаконному обороту наркотиков. И в завершении программы по традиции рубрика «Я очевидец» вашему вниманию подборка происшествий, снятых видеорегистраторами и камерами мобильных телефонов людей со всего мира. Пожар уничтожил цыганский поселок в Калужской области. Огромные языки пламени, застилающие горизонт. По словам одного из очевидцев, сразу несколько домов охватил огонь в деревне Мишково, что неподалеку от города Обнинска. Для борьбы со стихией на место прибыли сотрудники МЧС. Что стало причиной пожара, уточняется. Информация о пострадавших в результате ЧП неизвестна. А вот еще немного огненных кадров. Это Киев. Пламя разбушевалось в гидропарке. Визуально пожар совпадал с линией метро. Однако в столичном метрополитене заверили, что работает в штатном режиме. Огонь в стороне. Как оказалось, горел одноэтажный спортивный комплекс в гидропарке. Пламя бушевало на площади в 300 квадратных метров. Причины возникновения пожара также выясняются. А это кадры с Гавайских островов. Раскаленная лава медленно пожирает брошенный на улицах отселенного поселка легковой автомобиль. Извержение вулкана Килуауэ считается одним из самых сильных за последние десятки лет. Власти Гавайев из зоны бедствия эвакуировали почти две тысячи человек. Погребенными под лавой оказались десятки домов. Пострадавших нет. Все жители своевременно покинули свои жилища. К происшествиям на дороге. Около польского Слупца на главной близлежащей трассе перевернулась фура, перевозившая жидкий шоколад. На опубликованном в сети ролике видно, как достаточно большой участок дороги залит коричневой сладкой массой. Из-за ДТП движение было парализовано на несколько часов. Как отмечается, из цистерны вылилось 12 тонн шоколада. Одного электромонтера сбросил на землю, другого подвесил на проводах. Это про неосторожного и невнимательного водителя фуры на Филиппинах, который на приличной скорости зацепил своим высоким прицепом натянутые линии электропередач и повалил сразу два опорных столба вместе с теми, кто на них работал. Током никого не убило и даже обошлось без серьезных травм. Однако ситуация в любом случае неприятная для всех ее участников. Может ли свадьба быть похожей на сцену из боевика? Может, если это китайская свадьба. В Китае кортеж молодоженов закидали пиротехникой. Праздник, конечно, странный и точно не для слабонервных. Можно даже сказать экстремальный. Сплошной шум, как от стрельбы очередями. А еще дым, искры и взрывы. Но на самом деле в некоторых провинциях Поднебесной забрасывать кортеж жениха и невесты специальной пиротехникой – добрая традиция. Фейерверки считаются абсолютно безопасными. Хотя, глядя на видео, поверить в это, конечно, непросто. Такими событиями запомнилась уходящая неделя нашим корреспондентам. Смотрите де-факто и будьте в курсе уголовных дел и происшествий Гомельской области. Я, Александр Гамоля, благодарю за внимание. Увидимся в это же время ровно через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова